Плановые профилактические работы провели в Котельной в Томилине. Оценить состояние устройства и здания на улице Гоголя приехал глава городского округа Владимир Ружицкий. Подробности в сюжете. Тут посменно работаете? Да, посменно. Круглосуточно? Круглосуточно, 24. Котельная обслуживает 44 жилых здания, школу, поликлинику и детский сад. В рамках профилактических работ провели гидравлические испытания тепловых сетей отопления, проверку приборов измерения, ревизию насосов и задвижек. Чтобы срок эксплуатации устройств был дольше, установлены резервные котлы. В любом случае мы их местами меняем. То есть сегодня на этом поработали, завтра на этом. Для того, чтобы оборудование использовалось, для того, чтобы амортизация средств технических была более-менее равномерной. Данная котельная уже на профилактическом ремонте была. Значит, профилактический ремонт проводится не более 14 рабочих дней. Котельную перестроили в 2006 году. Тогда старое оборудование дало сбой. И жители Томилина в минусовую погоду на несколько дней остались без тепла и воды. Были морозы тогда за 30. Это минус такой большой. Была котельная старая. Ряд ошибок было принято, я за свои слова отвечаю. В эксплуатации котельной тех времен котельная остановилась, к сожалению. Сегодня эта новая котельная, значит, у неё мощность более 17 гиг, а расход порядка 11, то есть у нас есть запас. На балансе у Люберецкой теплосети находится 68 котельных, 90 центральных и 6 индивидуальных тепловых пунктов. Готовность котельной на улице Гоголя к зимнему сезону – 100%. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.